доброго здоровья уважаемые читатели посетителей канала кратенько ответим на ваши вопросы вот валерий бурмакин пишет да но где купить осветительный керосин ведь кирогазов давно нет их даже не выпускают больше ну смотрите смотрите это ваши кажется проблемы где чё купить как достать и так далее некоторые некоторые как-то даже сами делали кое-что я вам сказал психекс а как вы относитесь с компьютерным играм может быть есть какая-то любимая вот в автогонке поигрываю я ему написал что я раньше очень много времени тратил играя в анреал турнамент но сейчас отдал компьютер на котором это игра и не играю значит тадикамп елена пишет они можно его купить опять-таки ваши проблемы кстати вы можете опять-таки зайти на мою библиотеку и я там описал как самому все это сделать керосин тадикамп и так далее в аптеках не продают в аптеках его и не будут продавать ирина пишет у мужа катаракта видеть мутно предлагает операцию ваше мнение делать вроде говорят операция несложная но последствия могут быть всякие тем более операция а это значит надо постоянно себя контролировать во всем после и как она будет потом гарантии тоже неизвестны у каждого своего организма ваш совет мне важен хотя я придерживаюсь не делать а заняться панальбеков попробовать почиститься как вы думаете но это надо было делать когда только это катаракта начиналась а так ну попробуйте то есть все 5 10 взвестие все за и против и так далее идем дальше значит на видео керосин как его принимаю демиан 1776 здравствуйте от него у вас бурление было в желудке удалась ты там можно его пропить по капелькам я бы не стал от нас ты его пить по капелькам а стоит воспаление слизистой слизистой желудка это говорит о том что смотрите воспаление слизистой о том что слизи слизи вырабатывается недостаточно просто-напросто я думаю что вы питаетесь неправильно то есть вот эти все гастритные дела возникают из-за того что человек неправильно питается а именно последовательность потребления пищи сочетаемость пищи неправильная об этом я много говорил и так далее и если мы будем еще керосин использовать то смотрите что слизистая оголена и керосин все-таки такая агрессивная жидкость и может так сказать неблагоприятно действовать а вот если просто-напросто знаете вот опять таки демиан написал да бурление в желудке гастрит и так далее по капелькам и все и все закончится демиан вы не воздействуете на причину то есть надо все таки как говорил мой друг юрий включить голову то есть у вас не было гастрит а потом он возник что такое почему что вы делаете неправильно что вы поддерживаете вот этот гастрит у себя и если вы поймете поймете то он исчезнет сам собой организм самовосстанавливающийся штучка такая а если вы не поймете это будет керосин потом я думаю кучу лекарств уже попили так далее так далее так далее так далее и и все бесполезно вот я все рассказываю вам о обижоге это это уже близко к тому чтобы дальше развелся а этот гастрит вот якобы кислота то все 5 10 3 20 как наговорили и там куча рекламы и так и то принимайте гасите и там в рекламе значит там пожарные там со шлангами заливают этот желудок ну короче на музей полны полно и при этом люди абсолютно не понимает что если просто напросто нормализовать прием пищи и отказаться от кое-каких продуктов которые выживают изжогу я уже перечислял это у меня особенно выживал изжогу это килька то есть в томатный соус то что в томатном соусе килька в томатном соусе это поджарка томатная это даже мед если его слишком много съесть то есть вы берете блокнотик и пишите что вы и как вы съели если вы не понимаете нормально 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 а потом офф меня прорезли в гости я там съел там селедку под шубой значит в томатном соусе там судака еще чего-то еще чего-то намешал и у меня там и бурление началось и и жога началась и более может быть даже и поджелудочный заболит все значит вот это вот разберите уберите те продукты которые действуют на вас так я убрал эти продукты и нормально я питаюсь изредка я могу и это съесть нормально ничего то есть вот что они они пытания думаете рецепт какой-то не рецепт я уже убедился на своем собственном опыте что не рецепт играет в оздоровление на роль а играет именно образ жизни чтобы образом жизни отрегулировали так свое питание свое поведение прочее 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 чтобы этого не было и живете процветать ну я так от огородных дел это пишет георгий запястья ломит то ли скипидаром то ли керосином намазать но попробуйте и тем и другим намазать посмотреть наверное на одну руку керосин на другую скипидар хоть какая-то ясность будет в некоторых случаях очень здорово помогает керосин допустим жене там плечо болит только раз чуточек потер сразу боль исчезла но опять таки вот что 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 причина что где причина мы не воздействуем на причину ну ладно снять боль это одно я согласен ну попробуйте от огородных дел что там холодно или еще как то так или напишет значит это на видос рак и питание но сода это слабо угольная кислота значит кислоты полезны ферментированные поле полезны это квасы уксус так дело в том что я как раз объяснял что там угольная кислота неугольная кислота суда добавляет резервы в кровь она как бы сказать помогает это мое мнение помогает крови быть какой-то такой стабильной устойчивой жидкостью против разного рода неблагоприятных факторов именно вот сода там а то квасы уксусы это это не несколько иное что там кислоты полезны не полезны если мы говорим о соде у нее механизм действия несколько иной хотя вот если по этим самым чисто по химическим понятиям брать то это вот угольная кислота а есть еще и другие понятия такие как усиление буферных свойств крови так яблоки с кислинской а это семерин корзмарин антоновка а все хотят яблоко послаще но я пришла к такому выводу что нам нужна разнообразная натуральная пища дабы разнообразить свою микрофлору и сделать ее сильно а вот не надо знаете вот вот это вот большое заблуждение разнообразить свою микрофлору позвольте у нас микрофлора вырабатывается на определенный вид пищи того пищи которую вы употребляете чаще всего и на нее вырабатывается соответствующая микрофлора то есть у нас уже имеется как бы сказать вся палитра этой этой микрофлоры но из этой палитры микрофлоры допустим грубо говоря из там 500 микроорганизмов которые у нас обитают в желудочно-кишечном тракте в зависимости от питания значит приобретают вернее усиленно размножается допустим 10 там 20 наименований остальные как в таком спящем режиме есть как только питание меняется значит те и далее вот разнообразить микрофлору и прочее 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 значит есть такое понятие как природой данная микрофлора которого возникла на соответствующее питание и его именно вот это вот питание свойственное животному свойственного человеку то которое ему надо именно на ней то и размножается соответствующая микрофлора которая действие это сама защищает наш организм помимо всего прочего а если мы так вот что-то тут разнообразим зачем на разнообразить вот так разнообразие якобы то якобы все у нас четко короба вот овца питается тем то у нее на на это самое на соответствующее питание выработалась своя микрофлора корова своя лошадь своя там допустим а мы там питаемся у нас там своя микрофлора нормально поддержит и так далее вот вот в чем а не то чтобы сделать там сильнее и так далее чтобы микро не привыкали к однообразию то есть обманывать ее есть все свежее тем самым удобряя ее нет это ошибочно микробу там привыкать и тогда этого подобного знаете на вот тут получается вместо того чтобы просто она просто с помощью так называемого видового питания видовое питание это то питание которому приспособлена пищеварительная система и пищеварительная и выделительная система человека как и любого животного и вот только если это нормально все работает нормально как только мы знаете вот начинаемся вот в эти все какие-то в теории влазить и прочее 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 это мы тут так сделаем вот осяк сделаем ничего хорошего не получается какие-то усложнения вообще они ненужные вот эти рассуждения так ведь все зависит от нашего пищеварения если она хорошая то болезни не будет так для того чтобы она была хорошая надо уважать особенности нашей пищеварительной системы знать как она работает я как раз в своей книге золотые правила питания разбирался с этим досконально так если она хорошая то и болезни не будут если мы уважаем и подаем то что она переваривает и в том количестве с которым она справляется и и в той смесь этих продуктов которые друг другу не мешают да 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 нормально будет а можно хорошие продукты так подавать что там будет постоянно бродилово например грубо говоря поели там но первое блюдо потом съели второе блюдо и закусили допустим винограды к кисточкой винограда все бурление тут как тут то есть вы испортили себе пищеварение так человек вообще не должен болеть просто надо смотреть за питанием думать что мы едим но это теория человек не должен болеть человек не болеет тогда когда он находится в тех условиях которым его организм значит надо смотреть за питанием думать что мы едим значит вот это должно у вас раз и навсегда подумать что мы едим как мы едим как наш организм на все это дело реагирует то есть отобрать то что нам особенно приемлемо на каких продуктах наш организм особенно лучше себя чувствует это как правило естественные продукты просто их надо употреблять правильно и все и дальше мы только следим за тем как работает на желудочно-кишечный тракт а именно контролируем чтобы мы не занимались там мешаниной и прочим прочими вкусняшками так смотреть за питанием думать что мы едим пища это не только энергий но и питательная среда для нашего организма сколько я раз подчеркиваю подчеркивал пища это не просто там среда для нашего организма так далее так далее так далее так далее организм на основании того что он потребляет пищи он строит свое тело и та информация которая имеется в пище она также встраивается в наш организм и с помощью вот этой информации мы приспосабливаемся к тем условиям в которых мы проживаем я бы это очень много много говорил к сожалению это как-то замалчивается это как-то не афишируется но это основное мы из пищи делаем свой организм и в зависимости от того что это за пища будет какую нанесет энергетику какую нанесет информацию мы становимся частицей вот среды в которой живем либо же из-за того что все это пищевая промышленность нам там фигачит как хочет вкусняшки мы становимся частицей которая просто-напросто не может никак не вписаться в эту среду она не с ней вот так вот будем говорить на ножах поэтому естественно вот эти все как бы сказать проявления выражаются в тех или иных отклонениях здоровья и болезнях так как сказала известная монастырьская травница зайцева что кровь это река жизни и если у нас плохого пищеварения пища прилипает и загнивает фильтр не справляется это все идет в кровь и кровь превращается в болото а там все и хламидии и сахар и листы значит все болезни от нашего и правильного питания от плохого пищеварения грязной крови но знаете вот я постарался вам объяснить вот эти вот все вещи не с точки зрения детей вот это загрязняется вот это это а привести чисто научное знание которые были получены в результате изучение физиологии пищеварения и в первую очередь надо это знать чтобы потом там не говорит это так это так это так это сяк и так далее и тому подобное а это все там болото молота все это там знаете такое от плохого пищеварения грязной крови сделайте нормальным пищеварение кто за вас будет делать нормальное пищеварение травница зайцева или вы сами она что за вас будет жевать или вы сами ну и так далее вы все верно говорите что надо слушать свой организм мы все разные следить за стулом то есть у вас должна быть обратная связь своего рода постоянная диагностика вы просто знаете она уже идет как бы сказать на уровне автомата вот вы едите все нормально а потом только опа какие-то газы появились что-то там такое стул не формированный что-то там еще там такое а стоп а что же я ел почему то есть самые простые вещи диагностические это бурление у вас в живот и ну и жога это уже так сказать более сложно естественно стул какой у вас стул регулярный нерегулярный у меня знаете из-за того что энергетика сейчас довольно таки хорошая стул два-три раза в день бывает не переедать опять-таки кто будет за вас следить за этим следить за питанием кто будет за вас следить если не вы сами и конечно же позитивные эмоции хороший настрой опять таки а кто будет создавать я вот столько там наговорил да создавал и так далее так далее так далее используйте благодарим вас побольше таких разжевывающих видео очень интересно познавательно ну вот еще разжевали далее рина продолжает еще один комментарий еще один комментарий хочу написать я сейчас благодарна вами сама смотрю читаю изучая поняла такую вещь моя бабушка померла от инфаркта но как я понимаю у нее были проблемы с пищеварительной системой был очень плотный живот очень плотный большой живот запорами страдала запоры а куда вот опять таки вот человек в течение недели ест а в туалет не ходит куда это все девается это все естественно всасывается в кровь от этого большой живот и он и плотный и там и газы вздути газы все это идет в кровь естественно прямо кишечные эти вены как раз идут в сердце то есть отравляет сердечную мышцу и уже будем говорить на живот и на то и и на газы и на запор человек не обращает внимание а вот сердце у него разболелась ах 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 сердце а сердце оказывается из-за того что голова не работает как за собой надо следить я была девчонка молодой тогда так вот я сейчас это понимаю что проблема была не в сердце а в пищеварительной системе да как жаль просто сейчас все анализирую понимаю а врачи лечат не причину а симптом болит сердце шпарит давление они лечат это а корень проблемы не видят ну наконец таки вот для некоторых людей начинают доходить такие вещи что есть причины есть следствие и что мы будем работать вот со следствиями если не работать с причинами все будет так же повторяться и даже современной медицины это выгодно и выгодно лечить 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 и лечить чтобы человек лечился и грубо говоря на этом они строили свое благосостояние а если вылечит одежда ах тоже будут их так сказать набрать а